Мы часто говорим о необходимости прибирать наш город и как-то забываем о том, что некоторые отходы требуют специализированной утилизации. Нашим телезрителем я представляю моего гостя. Это Евгений Михайлович Генсон, директор ООО «Уралтрейдгрупп» «Ойл». Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, об утилизации опасных отходов. Во-первых, что это за отходы и почему их нужно как-то особенно утилизировать? Ну, во-первых, изначально расскажем о том, что это за отходы. В частности, энергосберегающие лампы, они относятся к первому классу опасности, являются чрезвычайно опасными отходами. И при разрушении одной лампочки ртутью может быть заражено помещение всей квартиры. Для этого, как правило, вызывают специалистов, которые демеркуризацией занимаются. Правильно? Да, необходимо провести специальную обработку помещения специальными составами, содержащими либо хлор, либо серу. И после чего провести замеры на содержание паров ртути в воздухе. Понятно. То есть это если разбилась лампочка в помещении. А если вот такие лампочки, их несколько попадают на полигон, а куда же мы их деваем? Конечно, мы их выбрасываем в обычный мусор. Это касается и батареек, и использованных аккумуляторов. Там тоже присутствует, ну, в данном случае уже не ртуть, а кислота, которая также попадает в почву. Это очень опасно. Так вот, куда по правилам мы должны это все девать, вот этот мусор, вот эти отходы? По правилам все эти отходы должны передаваться в специализированные организации. Но на деле-то ведь этого не происходит. На деле от предприятий это происходит, а от населения, от населения, да. На сегодняшний день работа не организована. Ну вот смотрите, вот я ответственный человек, я бы хотела куда-то отвозить этот мусор. Куда же я должна его везти? Да, если у вас, вы живете в многоквартирном доме, у вас управлением дома осуществляет управляющая компания или ТСЖ, они обязаны организовать сбор ртутных ламп от населения. Как-то отдельно, да? Да, отдельно. Организовать место, поставить специализированный контейнер, в который каждый житель сможет спокойно принести эту лампочку, положить аккуратно. Вот мы все время говорим о том, как это должно быть в идеале. Но вот если честно, да, вот я не встречала, чтобы на мусорно-контейнерных площадках были вот такие специализированные, ну я не знаю, там, мусоросборники, да. Вот если этого нет, я как ответственный гражданин, как ответственный горожанин, что могу сделать? Куда я могу пойти, постучать и сказать, давайте мы организуем? Если этого нет, вы можете обратиться в свою управляющую компанию или в ТСЖ с требованием организовать этот процесс. Но в нашем городе уже началось движение в этом направлении, некоторые управляющие компании устанавливают специализированные контейнеры. Ну что же, Евгений Михайлович, спасибо вам большое, что вы нашли время прийти и рассказать, как это по идее должно быть. И оказывается, от нас, ну вот от нас с вами, как от жителей, тоже кое-что зависит. Спасибо. Спасибо вам.